Добрый день всем зрителям нашего канала, добрый день Виктор Михайлович, у нас неделя забойная и, наверное, мы начнем с конца, так сказать, Олимпийские игры в Китае, встреча Путина и Си Цзиньпина, переговоры, подписание всяких миллиардных поставок и вообще все, что за этим стоит, потому что за этим стоит много. И тут есть что порассказать наверняка и вам тоже. Ну, наверное, мы напомним сначала нашим зрителям, что вот я удивился сегодня, кстати, я записывал беседу с Гарри Табахом и удивился, что он не знает, что Российская Федерация официально не допущена как страна на Олимпийские игры. Что есть команда, так сказать, эта команда выступает под флагом Национального Олимпийского комитета, но по решению Международного Олимпийского комитета и по решению Всемирной антидопинговой организации ВАДА, Россия на два года запрещено под своим флагом участвовать в крупных международных соревнованиях, типа Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Да, тем более, что там тоже состоялась такая смешная юмористическая история, потому что он сидел, как вы правильно сказали, там были руководители государства, с которыми приехали делегации, он сидел один, там за ним какой-то там охранник или кто-нибудь там, я не знаю, секретарь сидел на почтительном расстоянии, он сидел в каком-то тулупе в черном, таком похожем больше на одеяло. Явно было, что ему это все дело неинтересно совершенно. И, значит, изобразил он, что он типа спит, когда проходила украинская команда, и встал, поприветствовал российскую, но это не показали в трансляции. То есть это потом показали на российских каналах, да, и там сайты Кремля какие-то там, это показали какую-то запись. Но по общей трансляции, когда шла трансляция церемонии открытия, показали просто проход российской команды, а реакцию Путина не показали. Так что вот ему пришлось утереться даже здесь. Да, все правильно. Давайте вспомним, что 8 лет назад во время Олимпиады в Сочи российская сборная, российские команды провели просто замечательно, получили массу-массу медалей, и благодаря, в кавычках, благодаря этому триумфальному шествию по Олимпиаде, теперь российская сборная, вы правильно абсолютно говорите, выступает не под национальным флагом. Путин утверждал программу по запрещенным препаратам, которые принимали спортсмены. Это было все безусловно на государственном уровне. Это все уже полностью расследовано, все уже ясно. Полностью все доказательства были свиты представителями Олимпийского комитета, которые находились в России. Только извините, только комитет, который находился в России. Глава этого комитета уехал и уже с собой практически всю документацию, все рассказал, все показал, как все было. То, что было применение запрещенных веществ российскими спортсменами, это безусловно, это позор, позор для спорта, позор для страны, позор для, даже не столько для страны, позор, сколько позор для руководства страны, позор лично для Путина. Безусловно, практически все профессиональные спортсмены используют фармакологию. Ну, это не является, быть, громадным секретом, но никто не используется так в тупую, так явно, просто в тупую, подменяя анализы. Да, люди борются при помощи фармакологии, но фармакология идет впереди запретов. И запитаются новые препараты, они применяются, потом на эти препараты опять возятся запреты. И фармакология в разных странах, в том числе и в Китае, всегда идет впереди запретов. И, безусловно, и спортсмены Китая выиграют, как ребята, не просто так, когда китайские спортсмены практически никогда еще не выигрывают, когда они в лидерах по медалям. И теперь, и спорная США, безусловно, используют, но используют, еще раз подчеркну, передовые разработки фармакологических компаний в области применения в створке. Но российская фармакология, что называется, полностью разваленная и отстает от мировых, безусловно, мировых лидеров в этой отрасли. И Путин решил постарить теми препаратами, которые запрещены, уже давно запрещены. Причем такие препараты, которые были запрещены, в 60-70-е годы, прошлого века, еще на разработке бывшего Советского Союза. И на этих препаратах так глупо попасться. И просто подменяли сотрудники ФСБ, помогают подменять анализы российских спортсменов. Представляете, сотрудники ФСБ занимаются тем, что берут мочу спортсмены, каким образом добывают, и у кого добывают, и зачем это было сделано. Это, конечно, все вопросы к президенту России Владимиру Путину. И во всем виноват, не просто во всем виноват. Это было сделано с подачей Владимира Путина. Он потребовал результатов. Безусловно, не были готовы настолько хорошо спортсмены для того, чтобы показать такие блестящие результаты, как были показаны. Применяли запрещены препараты и получили то, что получили. Получили позор. Позор. Буквально позор. Да, и, кстати, опозорились в том числе и спецслужбы. Вы правильно сказали, что, так сказать, ну, бывает, что у кого-то там врачи участвуют в этом деле, тренеры участвуют, сами спортсмены. Но так, чтобы государственная спецслужба, служба контрразведки, служба разведки задействована была для того, чтобы подменивали эти самые пробирки с анализами, этого ни в одной стране такого не было. Да, причина основная в том, чтобы других способов, вот они решили, что лучше сделать просто банально, взять и подменить анализы. При этом абсолютно не задумываясь над тем, что это может проявиться и в течение нескольких лет, потому что те запрещенные препараты, которые использовались, насколько я понимаю, я немножко пытался вникнуть в эту тему, в то время эти препараты могут появляться в организме спортсмена в крови на протяжении чуть ли не двух лет. Не эти препараты, а то, как они действовали, можно найти следы косвенной улики и можно доказать, что спортсмены применяли эти препараты. Так что даже если не было бы этого громадного слива, глобального, который был, то, безусловно, проявлялось бы спустя несколько лет, когда спортсмены все равно сдают анализы, есть и более подробные изучения по материалам, я думаю, что все равно было бы выявлено. Все равно, потому что еще препараты используются, препараты, которые запрещены уже там чуть ли не 40-50 лет. Ну 30-таки точно запрещены. Ну и плюс там была такая абсолютно шпионская история была, потому что вот вы правильно сказали, что руководитель российского антидопингового агентства сбежал в Канаду, попросил там политического убежища, рассказал, причем он сбежал со всеми доказательствами, со всеми файлами, с документами, рассказал очень подробно обо всем этом деле, и, по-моему, то ли заместитель, то ли министр спорта срочно умер от инфаркта после этого дела, да, там была какая-то очень такая странная история, то ли его убили, чтобы он не рассказал, то ли сам он самоубился, то ли просто умер от разрыва сердца, в общем, какая-то была такая детективная история с этим делом. Да, там, по-моему, вся российская политика последних 20 лет, это одна страшная детективная история. Практически там около смертей не являются естественными смертями, я имею в виду среди высших чиновников российского правительства и главведомств, все выглядит более чем печально в плане детективной истории. А вот по поводу спортивных достижений, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что через 4 года состоялась Олимпиада, если не ошибаюсь, в Лондоне, да, если следующая Олимпиада была? Нет, не в Лондоне, была потом в Бразилии Олимпиада летняя, потом была в Южной Корее была Олимпиада в 2018 году, в Южной Корее, а потом была в Японии, и, в общем, на всех этих, уже в Японии Россия была, а также выступала как команда с неподроссийским флагом, и, по-моему, даже в Корее уже это началось уже в 2018 году. То есть вообще, не говоря уже о всех чемпионатах мира, потому что несколько федераций, федерация легкой атлетики, кстати, это не только зимние, да, там, там, это выяснилось, что это государственная система допинга, и поэтому там несколько федераций запретили российским спортсменам выступать, и, в общем, все это дело, вот, в 2014, значит, 8 лет все это уже длится, и, конечно, у них, у России отняли все медали, которые были незаконно завоеваны. Я говорю о том, что уже через 4 года, на следующей Олимпиаде, российская сборная была далеко не первая по медальному, не было такого триумфа, поэтому уже тогда появилось, уже, помимо... Сомнения, да, да. Всем уже все стало понятно, не просто сомнение, всем стало понятно, но не может сборная, не проведя провальную Олимпиаду в 2010 году, потом в 2014 провела Супер Олимпиаду, а потом, спустя еще 4 года опять провалилась. И, ну, не бывает, не бывает, и все. Да, и эти, я согласен, тем более, что там еще чемпионаты мира в промежутках между Олимпийскими играми проходят, и было видно явно совершенно вот снижение уровня, общего уровня российских спортсменов, потому что, к тому же, они еще, это, знаете, как было смешно, потому что бывает вот на Кубке мира они где-то там показывали какие-то результаты, а на чемпионате, поскольку внимания к допингу гораздо больше, и там пробы практически берут у всех, они явно совершенно не могли уже мухлевать так, как они мухлевали в Сочи. И по этому поводу было видно, что вот прям провал вот прям на этих чемпионатах и на Олимпийских играх. Да, мы уже неоднократно говорили, что Путин не является ни стратегом, ни тактиком, он пытается получить сиюминутную выгоду из любого отдела, практически в любом деле. Мы уже неоднократно, опять-таки, рассказывали, что он умеет пользоваться ситуацией, умеет пользоваться, опять-таки, моментом удачным. Ну, вот он воспользовался, вот, да, получил, опять-таки, получился калит на час, как всегда. Триумф был, который в итоге обернулся позором. Позором не просто для команд, для спортсменов, позором для всех. Да, ну, было море радости, когда завоевывали спортсмены награды. Было море радости, когда завоевывали много. Но когда в итоге эти награды отбирают... Я понимаю, что у многих россиян возникает чувство, знаете, как-то несправедливость. Это уже больше уже озлобление происходит не по линии того, что не на Путина уже злятся, а злятся на антидокоподисменты, которые проводят расследования, злятся на функционеров Международного Олимпийского комитета, которые принимают решение отбирать награды и так далее и тому подобное. Но надо понимать, что корень зла – это президент России Владимир Путин, его политическая система, которую построил в стране, система власти, которая управляет Россией на протяжении уже более 20 лет. Корень зла – это именно система. Потому что будь демократическая страна, будь другая система, безусловно, этого бы не было. Безусловно, все двигалось бы другими темпами, да, может быть, не так быстро. Но двигались бы уверенно к победам и российские спортсмены, пытались бы бороться в мерку своих сил и возможностей, развивались бы. Но не было бы этого позора, просто не было. Теперь мы имеем и доданции. Извините, я вас перебил, но еще это обидно очень для спортсменов, особенно для тех спортсменов, которые реально не используют допинг, и которые реально, так сказать, хотят быть чистыми, хотят и имеют реальные возможности победить на каких-то соревнованиях. И даже когда они побеждают честно, на них все равно висит вот это клеймо недоверия уже. Да, да, вообще-то право. Действительно, для спортсменов это большая трагедия. Многие спортсмены, во многих спортов спортсмены имеют возможность участвовать в агрегатах, ну просто по мере всех невозможностей человек. И таким образом еще действительно заслуживает победы, действительно заслуживает чистой, честной победы. И в итоге получать дисквалификацию, либо вся команда, либо выступать потом не под своим флагом, запретов кучи сложностей. Безусловно, конечно, бьет и по настроению спортсменов, безусловно, бьет и по результатам. Я думаю, что не секрет для всех, кто следит за спортом, что хорошее настроение, позитивный настрой, это уже практически 30-40% победы. Когда человек, имея хорошую физическую подготовку, имея хорошую подготовку в плане тренировок, когда человек готов, когда человек имеет талант, когда человек имеет недюжие способности, в итоге, если настроение портится, если настроение сбито какими-то внешними факторами, на победу рассчитывать очень сложно. Очень сложно побеждать, когда нет настроения, когда все, казалось бы, идет против тебя. Согласен. И потом еще тоже настроение. Вот я смотрю очень зимой, обычно я смотрю очень подробно биатлон. Я практически Кубок мира, чемпионат все отслеживаю, знаю все команды, всех по имен практически 50 ведущих лыжников, мужчин и женщин. И вот когда Логина, например, отстраняли на два года по допингу, и когда он вернулся, против него же был настрой другие команды. Вот тогда еще Мартин Фуркат был лидером французской сборной и норвежцы. И каждый раз, когда он побеждал или там занимал какое-то более-менее значимое место в Кубке мира, на него все косо смотрели, писали нехорошие вещи в Твиттере. То есть вот было понятно, что даже когда он отсидел как бы вот этот вот двухлетний срок наказания, вернуться было ему в спорт очень тяжело. И это чувствуется до сих пор. Это видно до сих пор, что вот он как бы улыбка не та и вообще и настроение не то. Кстати, вот один из членов российской команды, которого не взяли в итоге на Олимпийские игры, он говорил, что в общем даже интервью, что плохое настроение в российской команде вообще очень плохое. Там люди практически не получают удовольствия, не получают удовольствия от общения между собой, не общаются, не смеются, не радуются победам. Вообще, в общем, это выливается в какую-то такую нудную работу отбывания наказания практически в пользу государства. Вы правы, Сергей. Дело в том, что я хочу сказать, что, допустим, мы сможем посмотреть, немножко абстрактировать эту ситуацию, посмотреть, как ведут себя члены команд сборной, скажем, Северной Кореи или сборной Ирана. И такие люди всегда с позитивным настроением выходят. Вы прекрасно знаете, что совсем недавно чемпиона мира и чемпиона Олимпийских игр, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, чемпиона мира, точно. Казанили недавно в Иране, потому что он участвовал в митинге против власти. И вы знаете, тоже великолепно знаете о участии спортсменов сборной Белорусской Республики Беларусь, которые Лукашенко просто растопотал в грязь, которые участвовали в митинге, которые поддержали, каким-то образом поддержали митинге против власти, которые были поддержать революцию, которая начиналась в Республике Беларусь. Лукашенко просто уничтожил, несмотря на то, что это честь страны, честь и совесть страны, это слава страны, его страны, страны, которую он якобы возглавляет. Конечно, он возглавляет незаконно, он уже в патор власти, но уничтожать спорт, который он якобы когда-то прославлял и даже позиционировал себя как большого спортсмена. К этому катится иерархия. Нет никаких сомнений, что следующая Олимпиада, если этот строй сохранится, если эта система власти сохранится, следующая Олимпиада будет с худшими результатами, и каждая последующая Олимпиада будет все более провальной. Потому что с таким настроением, с таким подходом не бывает хороших результатов. не у одной сборной. Когда говорят, представят пример китайскую сборную, я хочу, чтобы люди понимали, это люди с другой планеты. Китай не является на сегодняшний день какой-то тривиальной страной. У них совершенно фантастический экономический прием, у них были послабления, у них была попытка привести в какое-то человеческое состояние экономика. И это у них, в принципе, получилось. Сейчас у них тоже идет обратный процесс. У них идет процесс закрепощения. И опять угнетаются свободы, опять угнетаются права человека. У них никогда не было полно, безусловно. Я много раз общался с китайцами, много раз пытался их склонить к какому-то откровенному разговору. Даже те люди, которые, в принципе, доверяют тебе, все равно говорят с большой опаской о том, что происходит в Китае, о том, как там развиваются свободы. Там нет никакого безусловного развития. И Китай делает, опять-таки, в другом. Я еще раз повторю, что Китай на сегодняшний день является одной из передовых стран по фармакологии, по развитию на высочайшем уровне. У них сейчас на очень высоком уровне наука. Фармакология на очень высоком уровне. И, безусловно, все результаты, это результаты, которые получены с помощью спортивной фармакологии. Поэтому, еще раз говорю, давайте не брать это в расчет, давайте брать в расчет те страны, которые пытаются бороться честно, с чистыми спортсменами. Таких стран достаточно много. Мы сейчас, опять-таки, не берем в расчет США, потому что у них тоже нет сомнения, что на очень высоком уровне подготовка, и не просто подготовка, опять-таки, как-то, сама используют те же самые вещества, опять-таки, используют те препараты, которые не запрещены. Еще раз хочу сказать. Они, конечно, будут запрещены в скором времени, когда выявят, или когда доказано, что эти препараты влияют на результат, безусловно, будут запрещены. Но я даже был удивлен, когда недавно общался с человеком, который в сборной, я не буду говорить в сборной какой страны, он занимается стрельбой из винтовки. Он говорит, у них тоже есть препараты, представляете, Сергей, у них есть препараты, во-первых, которые стабилизируют нервную систему, которые они кахают в глаз для того, чтобы улучшить зрение. Да-да, вот это смешно, но я так думаю, что даже у шахматистов есть препараты, да? Даже у тех, кто сидит просто за доской. Мы, кстати, смеялись, на прошлой неделе у нас была юмористическая политическая передача, и мы нашли, например, нормативы, когда вот сейчас становятся спортом электронные игры, знаете, за компьютером. Так вот в России даже там нормативы, что они должны там приседать какое-то количество приседаний, делать ходьбой, бегом. То есть вот мы по этому поводу тоже смеялись, потому что даже у них какие-то есть очень смешные нормативы. Да, ну, видите, все развивается. Мир развивается очень быстро, очень быстро. Какой скачок, конечно, в прогрессе, я думаю, человечество еще никогда не испытывало. Допустим, за 100 лет, за 150, мы сейчас имеем просто какие-то колоссальные возможности. И каждый днем эти возможности все больше участвуют на информационные возможности. И в плане тех, как и сетевых игр и так далее, и тому подобное. И развитие, то, что сейчас Владимир Путин вкладывает громадные средства в развитие так называемого искусственного интеллекта, безусловно его разводят, безусловно эти деньги просто отмываются, 99% просто отмываются за эти деньги и тереблятся. В итоге получается ошибка. Но в цивилизованных странах и развитие действительно с любимыми шагами. Кстати, в том же самом Китае. В Китае очень серьезная программа, так сказать, отслеживания виртуальной реальности, контролем за интернетом, против уйгуров в Синьцзянском округе. Там они практически создали базу, в которой, полицейскую базу, в которой находятся все 10 миллионов уйгуров, которые проживают в этом районе. Они все входят в эту базу, и за ними смотрят камеры, их могут определить по геоопределению по телефонам. То есть там вообще политическое государство, полицейское государство, вот как ООР в 1984-м, уже абсолютно такое. Да, если у нас очень страшная страна, очень страшная по угнетению человека. Дело в том, что угнетение прав и свобод человека в Китае – это, безусловно, тысячелетние традиции. Безусловно, даже не столетние, а тысячелетние традиции. Это очень важно, что Владимир Путин, это эти ценности, которые он якобы правирует, это тоже угнетение прав и свобод человека. Он берет сюда примеры царей, которые никогда в жизни не смотрели на простых людей, которые в большинстве своем, я не говорю сейчас, конечно, о всех, но в большинстве своем не заботились о простом человеке, не заботились о быте, о развитии простого человека. Точно так же и Путин особо не обращает внимания на внутрироссийские проблемы. Все на плечах правительства. Когда какой-то вопрос надо решить, безусловно, обращается к нему, и решение окончательно принимает он. Но Владимир Путин занимается на протяжении многих лет с энтузиазмом, с любовью и с сознанием дела, как он считает, внешней политикой. Внешняя политика ему нравится заниматься этим делом. Это его конек, опять-таки, я еще раз почерпну, он считает. И он очень любит общение с лидерами разных стран, но вот визит в Китай был нерадостный для него, абсолютно нерадостный. Он категорически не хотел ехать в Китай, не хотел общаться с Цзиньпинем, не хотел этих переговоров категорически, но китайские товарищи настояли, порекомендовали, что все-таки надо приехать, отметиться, надо подписать те договора, которые были заложены в этот визит. И Путину пришлось ехать, пришлось отдыхать на валочке, на ступочке. Укрывшись каким-то черным пледом, то ли действительно готовился он к чему-то, я имею в виду, с огромной жизнью. Когда вход был в будущий мир, вы могли бы наблюдать и примерно представить, как он будет лежать. Да, красиво. В струнном зале, да? Какие-то где-то там обычно лежат. Красиво. Кстати, вы абсолютно правы, он же, в принципе, приехал в Китай даже не по приглашению Международного Олимпийского комитета, потому что Россия не участвует как страна в этих Олимпийских играх. А настоял, конечно, Цзиньпин, потому что у этих игр есть дипломатический западный бойкот, много стран не приехало, приехало всего 20, порядка 20 лидеров государств и членов правительства, ну, в частности, там, я не знаю, принц Монако, который просто член Олимпийского международного комитета, поэтому он не мог не приехать. Вот, и поэтому, конечно, для Цзиньпина это было очень важно. И, кстати, это вы абсолютно правы, я с вами тут абсолютно согласен. Путину это было западло туда ехать, далеко ехать. Много народу там ходит, то есть он боялся подхватить ковид в этом смысле тоже. Кстати, вы обратили внимание, когда у них была встреча под кинокамерой с Цзиньпинем, они даже не обменялись рукопожатием. Ну, на камеры, да, абсолютно с вами согласен. На камеры они не обмениваются рукопожатием, на камеры они находятся на почтенном расстоянии друг от друга, но без камер, как нам сообщили, все-таки был у них контакт, плечу был контакт довольно фамилиарный. Да, кто-то там потрепал кого-то по плечу, да? Не по плечу, не по плечу, это сенсация, это сенсация, Сергей, не по плечу, такого не было еще, я так понимаю, никогда. Цзиньпинь потрепал по щеке Путина, по щеке потрепал в присутствии делегации. Ну, там немного людей было, но в присутствии других людей потрепал его по щеке. Это унижение по всем китайским традициям, это просто глубочайшее унижение, глубочайшее. Просто ниже плинтуса опустили Путина. Вау, нет, вот я это не слышал, кстати, я пропустил такую деталь. Нет, это просто великолепная штука, но замечательная вещь. Жалко, что не показали нам это, потому что очень бы хотелось. Ну, понятно, никогда не покажут, это было не под камерой, но сам факт унижения такое, это было в присутствии членов делегаций. Не то, что там один на один с переводчиком, не-не-не, это было в присутствии нескольких человек. Ну, и, конечно, там подписаны какие-то соглашения очень длинные, да? Но, опять же, все обратили внимание, специалисты по Китаю, по геополитике, что все в одну сторону. Потому что Китай не признал, так сказать, Крыма российского, но зато Россия в этом договоре или в этих документах, так сказать, проговорила, что она признает Тайвань китайским, да, хотя Китай никогда над Тайванем никакого контроля не имел. Там японцы были на Тайване, а Китай просто формально числился, и вообще, так сказать, очень странная ситуация. Но, в общем, во всех этих документах подписано все в пользу Китая. Все в пользу Китая, и не афишируются до сих пор документы о сдаче в аренду территорий громадных. Плюс не афишируются, особо не афишируются. То, что Китай будет, теперь Россия предоставляет Китаю выход в Арктику, через Россию будет выходить в Арктику Китай. Там многомиллиардные, многомиллиардные проекты, и это все в пользу Китая. Да, российские граждане ничего особо не получат, все разворуют, все, что причитает Россия, разворуют российское руководство во главе то ли с Сеченом, то ли с Путиным. Они сейчас соревнуются, кто больше украдет. Я так понимаю, украдет все-таки больше Сечен, он более профессионал в этом. И Путин все-таки любит, когда ему приносят на пюдичь золотой с голубой каемочкой денежки. А Сечен тот, да, тот такой бродяга, любитель, любитель, что лежит неправильно. Ну, и, по крайней мере, правильно по его мнению. Поэтому для России это будет минус, а для Китая, да, для Китая это будет большой плюс. И нет никаких сомнений, что китайское руководство использует все в свою сторону, в свою пользу. Абсолютно. Кстати, вот люди не знают, даже говорят, ну, у нас там огромные экономические возможности, казна будет расти от того, что мы будем продавать что-то в Китай. Ну, вот примером является тот же самый газопровод, который проложен в Китай, да, который потенциально может прокачать 38 миллиардов кубометров в год, и по которому идет всего 8 кубометров, миллиардов кубометров, это то, что Китай хочет получить от России, а не то, что Россия хочет дать и за что получить деньги. То есть, вот там вообще копеечная прибыль от этого газопровода, точно так как уголь, там, я не знаю, там, Кузбасс и прочие всякие российские добывающие регионы, которые задыхаются в этом, в угольной пыли, там, смертность огромная, загрязнение окружающей среды, и за копейки продается это в Китай. Газ российский продается за 118 долларов за тысячу кубических метров газа, в то время, когда в Европе, вот мы видели недавно, были там, цены подскакивали за тысячу долларов, за ту же самую, те же самые тысячи кубометров, и с Европой, в которой есть такие цены, Путин ругается, а с Китаем, которому продают за дешевку, практически с потерей для российского бюджета, мы боротаемся, и он у нас вообще лучший друг. Да, я хочу сказать для всех людей, которые там рассчитывают на какие-то большие прибыли от взаимовыгодных договоров с Китаем, рассказать, что газопровод в Китае никогда, никогда, ни в обозримой перспективе, там, на 100-150 лет, не принесет прибыли, не принесет по тем договорам, которые есть сейчас, если они будут пролонгированы, а они будут пролонгированы, при этой системе, при президенте Путине, даже если президента будет не Путину, система останется прежней, Китай будет сидеть на голове у российского руководства. Далее, хочу сказать российским, нашим дорогим телезрителям, нашим соотечественникам, бывшим и нынешним, хочу сказать, что, обратите внимание, российское руководство дарит, еще раз подчеркиваю, дарит Китаю миллионы тонн нефти. Это все проводится по схемам. Я еще раз подчеркиваю, я отвечаю за свои слова, миллионы тонн нефти Китай получает абсолютно бесплатно. Они там компенсируют туда-обратно с хитрыми схемами, но сам факт того, что Китай получает бесплатно, бесплатно, еще раз подчеркну, и за тех, кто собирается жить великолепно при торговле, сейчас цены на нефть очень высоки. Проэффициент бюджета, бюджет пополняется замечательно, несмотря на громадные проблемы, несмотря ни на что. И в следующем году профицитный бюджет, и доходы идут и от газа, и от нефти. Вы, хоть кто-нибудь, уважаемые соотечественники, ощутил на себе улучшение? Хоть один человек, кроме руководства российского, ощутил на себе повышение цен на газ, на нефть, какой-то прибыль в кармане, улучшение жизни? Нет, то повысили пенсии как-то существенно, да ничего подобного. Путин там с очень большим натягом повышает пенсии на уровень инфляции, которая, ну, конечно, это уровень не той инфляции, которая есть на самом деле, это не уровень потребительской инфляции, это уровень официальной инфляции. На этот уровень повышаются пенсии, на этот уровень повышаются там зарплаты силовикам, еще кому-то, но общий уровень жизни все равно падает, все равно падает. Безусловно, все это ощущают, и пенсионеры в первую очередь на своем кармане. Медицина развалена, образование развалено, фармакология развалена. Медицина развалена, фармакология развалена, как собираются жить эти старики, как собирается Путин, которому, извиняюсь, 70 с копеечками лет, не официально, а реально, которые получают лучшее обслуживание медицинское. Он плевать хотел на всех пенсионеров, повышая пенсионный возраст, плевать хотел на всех пенсионеров, повышая на мизерные проценты пенсии. Это просто смешно, просто смешно и грустно, потому что это, конечно, идиотизм на грани фантастики. Когда мы с вами говорим о том, что в Китае Оруэлл, но в России идет к этому семимильными шагами. Уже вплотную подошла, и не исключено, что переплюнет Китай в этом. Да, согласен. Причем, вот, интересная-интересная вещь, потому что в интернете же мы все можем найти теперь, да? И люди могут найти ролики, в которых Путин в начале своего срока говорит, что я там не буду никогда больше двух сроков сидеть в Кремле, и пока я буду президентом, никогда не будут повышенные пенсии, пока я буду президентом, никогда не изменится срок президентства и так далее. И все это, в общем, понятно, что все эти обещания он нарушил. И, кстати, вот люди, которые были такими патриотами в 2014 году и радовались, что Крым там присоединили, вернули российский Крым, они не знают, возможно, возможно, не знают, что даже перед, если не будут подписаны новые соглашения о передаче на 50 лет в аренду территорий сибирских Китаю, уже сейчас тех территорий на Дальнем Востоке и в Сибири, которые переданы Китаю так или иначе, они уже занимают территорию полтора Крыма. И поэтому этот Крым, это только даже этим Крымом не получили обратно хотя бы ту территорию, которая была у России и которую отдали бесплатно Китаю. Согласен с вами, Сергей, потому что и люди не знают, что ведутся переговоры с Японией. Путин предлагает, пытается выдули какие-то условия, чтобы заключить мир, мирный договор по результатам Второй мировой войны с Японией. Предлагались и два острова, но только по каким-то таким странным схемам, на которые японское руководство не пошло и правильно сделали, потому что Путин предлагал там буквально лет через 25 отдать острова, а мирный договор будут подписать уже сейчас. Ну, естественно, Путин через 25 лет, да, мы с вами все прекрасно понимаем, а острова через 25 лет мирный договор будет подписан. Сегодня, да. И все, и Путин будет победителем во Второй мировой войне. Он упримет на себя, может провести еще один парад победы, только уже как в роли человека, который закончил Вторую мировую войну. Да, вот сейчас Вторая мировая война не закончена, потому что нет мирного договора с Японией. Такой доказательство с Японией ставит точку во Второй мировой войне. И Путин берет на себя роль маршала победы, и туда уже, наверное, не нужна, там будет ему никакая Украина, ничего ему уже не будет надо. Он закончил Вторую мировую войну, он вошел в историю. Он великий и прекрасный. Да, наверное, он тогда надеется стать третьим генералиссимом в истории России, генералиссимусом после Суворова и Сталина. Да, не только генералиссимусом, он и короновать себя может, как Наполеон. То, что стоит в голове у человека, который находится 20 с лишним лет у власти, а власть Путина в России, ну давайте говорить откровенно, можно считать абсолютной, но можно считать его абсолютным властителем и человеческих судеб. Мы с вами все прекрасно видим, когда люди лишают свободы за комментарии в соцсетях или еще, или когда люди убивают, ну мы понимаем, да, что точнее, всеми материальными богатствами на территории России, но и всеми жизнями, всех жизнями всех людей. Он сам неоднократно об этом говорил, сам говорил, и он это понимает. Неважно, понимаете ли это вы, уважаемые зрители и слушатели, это прекрасно понимает сам президент России. И власть это у него есть. А вот тут я с вами не соглашусь, вот тут давайте мы с вами поспорим, потому что нам все время говорят, что мы с вами ведем передачу, все время друг с другом соглашаемся, вот, а, так сказать, хвалим друг друга, потому что всегда у нас единое мнение. А вот тут я с вами не соглашусь. Была замечательная история на этой неделе, замечательная история с Чечнёй, с Кадыровым и с Кадыровщиной. Да, вот, значит, Путин, я с вами согласен, на остальной территории Российской Федерации, да, он может делать все, что угодно, но на территории Чечни и все, что связано с Чечнёй, на территории России и даже за границей, Кадыров на Путина клал с большой горки. И он это доказал, что даже когда Путин его вызвал на ковер по поводу вот этой разборки с семьей бывшего судей Верховного суда Чечни, с Айди Янгулбаева, Кадыров вышел с улыбкой, с улыбкой из Кремля. И никто его, никакой разборки не было, никто его там не поставил, строго говоря, в неприятное положение. Все это слили. Ни Следственный комитет не занимался, ни ФСБ не занимался, ни Государственной Думы не занимался. Когда депутат от Чечни и там куча чиновников высших Чечни публично говорил, что будем отрубать головы и разыскивать всех этих нехороших людей, которые посягнули, так сказать, на наши исламские факторы. Вот, пожалуйста. Ничего он не решает в Чечне. В Чечне Путин не решает ничего. Да, он действительно ничего не решает. Это не значит, что он не может решить, Сергей. Он, безусловно, и мощи, и сил, и у силовых структур в России, и у военных хватит для того, чтобы противостоять Кадырову, противостоять Чеченскому руководству, безусловно. Он не хочет, да, не хочет решать эти вопросы. Он идет на поводу у Рамзана Кадырова. Нет никаких сомнений. То, что вы видели, когда Кадыров посетил Путина, его не вызвали на ковер. Он посетил Путина по приглашению. Все пожелания, просьбы Кадырова были удовлетворены в полном объеме. Еще раз подчеркну, в полном объеме. Он не зря поехал потом в правительство Российской Федерации. Чечня просветающий регион, давайте будем говорить откровенно. И датируется с бюджета, и будет все замечательно. В этом плане можно не переживать. Мы уже говорили у нас в телеграм-канале о том, что если так будут вести себя все главы регионов, то никакого бюджета в России не хватит. Ну да, он, кстати, рассказал военную тайну. Кадыров рассказал военную тайну. Вы помните, на прошлой неделе был тоже скандал. Потому что, так сказать, формально Чечня получает 70 миллиардов или 75 миллиардов в год дотации из государственного бюджета. А Кадыров в каком-то интервью своем сказал, что республика получает 375 миллиардов, и этого мало, потому что она должна получать больше. И когда народ стал считать, переводить это в доллар, получилось 5 миллиардов, ему стали задавать вопросы, а он отмазался и сказал, что вы знаете, да я по-русски вообще плохо говорю, и вы сами знаете, что никакой я не академик. Он даже сознался, что он не академик, лишь бы для того, чтобы отмазаться от реальной цифры, дотации, которую Чечня получает каждый год, 5 миллиардов долларов из российского бюджета. Да, и будет получать еще больше, безусловно. Потому что Путину сейчас невыгодна напряженность. Попросили, попросил Путину, он раньше просил через посредников, теперь посредников не осталось, Кадыров уже никого не слушает, кроме Путина, и ведет себя так, как позволяет ему российское руководство, это безусловно. И еще раз подчеркну, что не осталось уже возможности у Путина общаться с Кадыровым через посредников, приходится общаться лично. И все, что Кадыров хочет, он, конечно, получает. Путин не хочет напряженности, не хочет, чтобы сейчас создавалась такая атмосфера, которая будет делать российское общество. Попросил он Рабзона Кадырова, если идут какие-то вещи, которые идут в разрез законодательством Российской Федерации, делать это не афишируя. Да, тихо, тихо. Как колхоз ставится, например, самого себя. Тихо, тихо, убиваем людей по всему миру. Да, вот, а вы афишируете. Ну, зачем? Делайте все тихо, и все будет замечательно. И просто никому об этом не говорите. Ничего страшного, что все становится явным рано или поздно, и Путин просто не хочет это признавать, абсолютно не хочет признавать. Поэтому, ну, все, конечно, есть так, как есть. Это, конечно, стыдно перед всем миром, конечно. То, как все это происходит. И, опять-таки, у нас в Великобритании в Канале я писал, что если бы еще там пять лет назад вам сказали, что представьте себе, президент уговаривал главу региона и депутата Госдумы не отвязать гражданам России. Голова, да. Уму непостижимо. Уму непостижимо. Это казалось предиедом. Предиедом такого не может быть никогда. Нет, вот оно. Вот все происходит, называется, в реальном мире, и в реальном времени. Да, причем, с одной стороны, он уговаривает, а с другой стороны, ни один правоохранительный орган Российской Федерации по этому поводу не возбуждает уголовного дела. Даже комиссия по этике Государственной Думы, которая могла там, типа, его хоть немножко там поругать этого Адама Долинхаммонова, да, который сделал записи и призывал отрезать головы. Нет, ничего. И Песков, кстати, говорит, что, а мы, типа, не можем, не будем связываться с этим делом. Это их внутренние дела, там, Государственная Дума, Чечня, это у них традиции такие. Да, когда я считаю в сети, что Казберговцы помогут Путину, если вдруг будет революция, ну, это все глупости, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Казберговцы добавят Путина первыми, если вдруг будет революция. Все будет так, как Путин никогда в жизни не рассчитает, как оно будет. Никогда так не будет. Вы понимаете, всегда все у всех идет не по плану. Но давайте смотреть, опять-таки, правде в глаза. Еще не одни планы четко построены и четко расписаны, никогда ни у кого не сбывались, особенно в плане революции и войны. Все, что касается революции и войны, все планы идут на смарку практически с первых дней. Поэтому не бывает прогнозированных революций, не бывает курируемых революций, кто бы вам что ни говорил. Я имею в виду полностью спрогнозировал, полностью срежиссированных, такого не бывает. Бывает, когда у людей накопилось, когда есть атмосфера, которая предосполагает революции, когда есть накопленная злость, отчаяние, негатив у людей, который опять-таки создает власть, безусловно. Оппозиция не может создать негатив у людей, потому что она не руководит практически ничем в этой стране. И когда у людей уже есть предпосылки, да, возможно, наверное, как-то. И опять-таки спровоцировать революцию не может. Не оппозиция, не какой-то внешний фактор. Исключительно внутренний. Подогреть как-то, да, наверное, есть какие-то возможности, есть какие-то способы. Но спровоцировать исключительно власть. Исключительно. Ну да, вот мы смотрели, это видели, кстати, в Белоруссии. Сам Лукашенко спровоцировал в 2020 году. И в Казахстане сама власть спровоцировала, когда подняла цены на газ в начале этого года. Да, безусловно. Триггер всегда идет со стороны власти. Поэтому, когда кто-то надеется, и когда кто-то думает, что катеровцы придут и будут кого-то убивать, резать, ну, не смогут они всех убить. Потому что революция – это дело сотен тысяч людей. Сотен тысяч. Ну, хорошо, десятков тысяч. Ну, невозможно убить десятки тысяч людей. Ну, невозможно. Тем более, такими методами воздействия никогда это не помогает и никогда никого это не успокаивало. революции, если и захлебываются, то только потому, что это дезорганизованные движения. Если движения, пусть даже самоорганизацию применяют, то все проходит гладко и все в итоге получается нормально. Поэтому я хочу обнадежить всех наших зрителей и слушателей. Все будет хорошо. Не стоит переживать за предстоящие события. Все будет замечательно. Понятно. Ну, и в заключение, наверное, передачи все-таки мы поговорим немножко об Украине. Потому что, так сказать, накал как бы страстей утих по последнюю неделю. Ну, вот говорят, что в понедельник Макрон приедет пообщаться с Путиным и потом во вторник он будет в Киеве общаться с Зеленским и, соответственно, так сказать, пытаться продвинуть минский процесс и нормандский процесс, то есть найти компромисс для окончания войны, что, скорее всего, не удастся. Ну, естественно, не удастся. Я понимаю движение и западных лидеров, и Макрона, и в конце недели, если не ошибаюсь, Шольц приедет к Путину тоже пообщаться. И пригласил он даже поучаствовать в Deutsche Welle, которую выгнали. Да. Как-то очень красивый поступок был. Мы еще чуть попозже, наверное, обсудим это немножко. И я понимаю, когда у людей процветающие экономики, да, не без проблем, не без проблем. И во французской экономике есть проблемы и в немецкой. Но все-таки французская и немецкая экономика – это две ведущих экономики Европы. И я понимаю, когда президент этих стран, да, и канцлер переживают за граждан своей страны, переживают за свое будущее, потому что их будущее зависит от граждан страны. Не будущее граждан страны зависит от этих людей, а их будущее. Их будущее, я имею в виду, во власти. Потому что есть выборы, потому что выборы могут показать, насколько люди довольны или недовольны властью. И, безусловно, конечно, пытаются сохранить какие-то позиции и в экономике, и в плане перспектив в развитии в силовом. Да, потому что Франция все-таки обладает ядерным оружием. И несмотря на то, что потенциал в трое или в четверо или в десять раз ниже, чем у России, но это все равно как бы серьезно. В сто раз меньше, но все равно она как бы является ядерной державой с правом голоса, и в том числе и постоянный член Совета Безопасности с правом ВЕТА. Да, ну мы все прекрасно понимаем, ну все разумные люди прекрасно понимают, что Франция воевать не будет, не хочет, не хочет воевать Германия. У них все замечательно, у них прекрасно развивается, экономика прекрасно развивается. Я еще раз подчеркну, не без проблем. Безусловно, есть проблемы во всех странах. Но опять-таки страны развиваются, ВВП растет, благосостояние людей, пусть не там какими-то громадными темпами, но все равно улучшается. Пенсии нормальные, все себя чувствуют более или менее пенсионеры, не так, как российские пенсионеры. Сотрудники госсектора, те, которые работают в госсекторе, чувствуют себя прекрасно, у всех все в порядке. И я понимаю, конечно, еще раз подчеркну, что движение этих лидеров, этих стран, их желание для того, чтобы все было стабильно, все было нормально. Ну, кстати, в этом смысле у Макрону будет что предъявить Путину в геополитике. Потому что в Мали состоялся скандал на этой неделе. Потому что хунта, военная хунта, которая захватила власть в Мали, фактически выдавливает французов из страны, заключила договор с ЧВК Вагнера и вытурила на этой неделе французского посла. Предложила ему покинуть страну. Да, Макрон, безусловно, может попросить Путина чего-то там делать или что-то делать, или что-то не делать. Может даже там какую-то претензию предъявить. Путин всегда относился к Макрону несколько снисходительно. У него бывает под настроение, и он и тепло относится. К некоторым людям бывает не очень тепло. К Макрону он всегда относился так с некоторой долей пренебрежения, но вопрос абсолютно не в этом. Вопрос в том, что, конечно, Путин не будет слушать просьбы, и тем более выполнять просьбы Макрона. Это же не Кадыров, которого боится вся организация президента. И не Си Цзиньпинь. И не Си Цзиньпинь. Это вот здесь вы правы абсолютно. Вот в рейтинге, кого Путин больше боится и уважает, безусловно, Си Цзиньпинь стоит на первом месте. Если там вопрос, если вдруг состоится такая пара, партия, когда надо решать силовым методом какие-то вопросы, то с Си Цзиньпиньем никакими силовыми методами решить вопросы невозможно. Просто невозможно. Если, как показала практика, в начале 2000-х годов можно было что-то решить на территории своей страны силовыми методами, то с Китаем это просто невозможно. И все все прекрасно понимают, все все прекрасно знают. И зачем такие подарки китайскому руководству, и зачем? И почему все так происходит? Ну вот, вот так, да. Вот так все складывается. И Макрон, безусловно, и Си Цзиньпинь, и Шольц, безусловно, и Си Цзиньпинь. И ситуация вокруг Украины развивается сейчас. Сейчас все немножко притормозилось. Все понимают, что на этой неделе мы увидели, что Зеленский через министра иностранных дел и через главу, по-моему, Совета безопасности Украины Данилюк, Данильченко, да, или как вылетел из головы. Данилов, извиняюсь, Данилов. Сообщили, что не будут выполнять минские соглашения. Я напомню, что во время общения между советниками в нормандском формате Ермак взял паузу для того, чтобы уговорить Зеленского, по крайней мере, он пообещал Козак, в отчете Козака есть, что Ермак должен поговорить с Зеленским по поводу выполнения минских соглашений в плане переговоров с руководством ДНР, ЛНР и признания этих территорий, признания автономии на этих территориях. Так вот, и Данилов, и Кулеба сказали, что нет, эти условия выполняться не будут никогда. Ну, по крайней мере, видимо, при власти Зеленского. Безусловно, это расстроило и Путина. Теперь ему надо отвечать не только лидерам западных стран, теперь надо отвечать и Зеленскому. На этой неделе посещал Украину Эрдоган. Я считаю, этот визит знаковый. Эрдоган свободно и спокойно посещает и Путина, и Зеленского. Эрдоган желает своей части влияния на территории постсоветского пространства. Нет никаких сомнений. Он видит возможности. Он видит возможности там, где Путин их не видит. Вот Эрдоган намного более продвинутый человек в том плане, что он видит возможности. Он видит перспективу. Путин никогда перспективы не видит. Еще раз подчеркну, Путин видит, как можно воспользоваться моментом. Перспективы Путин не видит абсолютно и никогда. Эрдоган видит перспективу. Эрдоган видит перспективу развития отношений с Украиной. Безусловно, не думать, что Эрдоган такой мальчик, или там, наоборот, добрый волшебник, который приходит, помогает бедному мальчику Зеленскому, когда тот попал беду. Эрдоган, безусловно, смотрит в плане возможной для своей страны, любых проектов, для своей страны, еще раз подчеркну, не для Украины, не для России, не для Ирана или Азербайджана, для своей страны. Он считает братским народом Азербайджана, помогает Азербайджану, он считает, что можно помочь там, 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 и помогает тем, кому считает нужным. Опять-таки, в свете тех стратегий, которые он развивает. А у Эрдогана есть стратегии, есть стратегическое видение ситуации. И когда мы рассказывали о том, что Эрдоган предлагал, когда были в острой фазе события в Казахстане, Эрдоган терял позиции в Казахстане, он это прекрасно понимал, он предлагал Зеленскому решить вопрос на Донбассе, предлагал помощь, помощь предлагал военную, открыто предлагал. Зеленский отказался. Нам там пеняют, что и правильно сделать, что отказался или неправильно. Ну, история не имеет сослагательных наклонений. То-то неправильно. У меня, например, есть свое мнение по многим вопросам. Я далеко не всегда о нем рассказываю. И мне всегда удивительно, когда люди, которые мало стал политикой или с какими-то политическими интригами рассказывают о том, как надо было или как не надо. Но, опять-таки, мы живем в свободном мире. Я считаю, что каждый человек должен себя чувствовать свободным. Вне зависимости от того, где он проживает, надо за эту свободу бороться. Надо бороться, надо предлагать максимум усилий. И, кстати, давайте немножко коснемся темы свободы слова. Да, когда на территории Германии Раша Тудея в ответ запретили им дочери на территории России. Выйдет это смешно. Шольц объяснял, объяснял Путину, объяснял и министр иностранных дел Германии, объясняли и Лаврову, и Путину, что, ребята, у нас не существует государственных СМИ, не существует, не занимаетесь ерундой, вы занимаетесь пропагандой. Так нельзя. И братьевных действий. Так нельзя. Нельзя так делать. У нас нет государственных СМИ. Нет. Вы выгоняете из страны негосударственные СМИ. Мы выгоняем у себя из страны государственные СМИ, а вы выгоняете негосударственные СМИ. Это абсолютно разные вещи. Но Путину это не понять. Абсолютно не понять. Он думает, что мир... все остальные марионетки, он не понимает, что есть свободный мир, он просто не понимает. Он живет в иллюзии, когда ему были привиты еще со времен Советского Союза, когда он считает, что есть марионетки. Он считает, что в его окружении все марионетки, в сущности, так и есть, которые не могут решить вопрос без его маха руки или еще каких-то действий. Он не понимает, что есть и другие люди. Ему просто надо посмотреть объективно вокруг него. Пускай посмотрят на Лукашенко. Вот он считает, что Лукашенко это петрушка, это марионетка. Но Лукашенко не является марионеткой. Путин является марионеткой в руках Лукашенко. Просто Путину надо это понять. Надо просто подойти объективно и посмотреть на вещи рядом, незамутненным. И он поймет, что он является марионеткой в руках у Лукашенко. Лукашенко как хочет. Позах, извиняюсь. А Путин никогда не мог в прямом открытом разговоре. Он ведущий, это безусловно. Лукашенко всегда ведомый. Но как только ведомые и ведущие расстаются на какой-то момент, буквально 3-4-5 минуты. Потом в телефонных переговорах, когда Лукашенко ведет телефонные переговоры с Путиным, он ведет и с Медведевым, и с Лавровым. Он общается и с Патрушевым, общается и даже с Борни. Лукашенко считает себя простыми человеками и общается со многими людьми в его российском руководстве. Тогда он ведет себя абсолютно иным образом. Тогда он уже через этих людей манипулирует Путином. Он передает Путину такие вещи, что там уши заворачиваются. Просто уши заворачиваются. Мы уже рассказывали, что в феврале, по-моему, на 3 буквы Дмитрия Анатольевича Медведева прямым текстом. Он не стесняется. Абсолютно не стесняется. И сказал, чтобы он забирал туда же Владимира Владимировича Путина. И передал это. Медведев передал Путину. Поэтому здесь надо смотреть объективно на многие вещи. Как все происходило. Он считает по одному, я считаю по другому. Сергей Олегович считает по третьему. Когда говорят, что мы во всем соглашаемся. Ну, мы, во-первых, не во всем соглашаемся. А во-вторых, в том, что соглашаемся. Но это очевидные вещи. Ну, как можно не соглашаться с очевидными вещами? Согласен. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Хотели бы не согласиться. Но нельзя не согласиться, когда все шито белыми нитками. Абсолютно с вами согласен. Ну что, Виктор Михайлович, большое спасибо вам за беседу. Мы, наверное, традиционно скажем нашим зрителям, что призываем их подписываться на наш канал, на ваш канал, на резервный канал. У вас он сильно подрос уже, да, резервный. И, кстати, основной не закрывают. Ну, основной, слава богу, да, я надеюсь, что все-таки телеграмм, это более-менее, не просто более-менее, на сегодняшний день это островок свободы. Во всем мире, причем. Это касается не только России. Телеграмм функционирует на территории многих стран. В том числе и на территории пресловутого Ирана. И его там не могут закрыть. И функционирует он и в Германии. И там тоже пытаются, но не могут закрыть. Он функционирует везде. Я рад, что администрация телеграмма и... ...нормально относятся к свободе слова. Объективно. Объективно относятся ко многим вещам. Они блоки. Гантистки, откровенно. И абсолютно спокойно и лояльно относятся к тем, кто говорит правду. Поэтому я надеюсь, что наш канал основной, надеюсь, по крайней мере, что не будет такого давления, когда закроется наш основной канал. Я надеюсь, что выдержит все-таки телеграмм. И, да, второй канал развивается, наверное, не так быстро, как хотелось бы, но тоже развивается. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже, как и вы, предлагаю подписываться на наши каналы. Предлагаю подписаться на канал Сергея Жирнова в YouTube. Замечательный канал. Я надеюсь, что Сергей откроет когда-нибудь и канал в Телеграм. У меня есть, но я просто там еще пока ничего не публикую. А, ну, как только соберетесь какую-то там деятельность проводить, вы будете... Ну, Телеграмм, я вам скажу, что это примерно так, как YouTube, это сложная вещь. Это не так. Просто это все делается. И надо тоже, надо этому уделять время. Надо уделять время. И надо должно время немалое для того, чтобы там как-то информацию собрать, как... Согласен. ...пановать. Согласен. И это немножко другая форма. Это немножко другая форма, потому что это все-таки письменная информация. Поэтому там другие требования к подаче этой информации. И согласен, что это дополнительная работа, конечно. Дополнительная работа, дополнительная нагрузка. Я понимаю, конечно, что вы уже знаменитый писатель. У вас уже вышли книги, которые являются... Ну, действительно, так же и есть, да, Сергей, что хорошими тиражами расходятся ваши книги. И вот совсем скоро, буквально, когда? В начале марта выходит ваша следующая книга? Да, следующая книга у меня 3 марта выходит, третья книга. Она уже продается. И, кстати, у меня тоже не хватает времени на телеграм-канал, потому что французские... Французская часть у меня, кстати, гораздо активнее, чем русская. Вот я сделал сейчас две передачи. И там за две недели обе передачи суммарно уже больше миллиона двухсот тысяч просмотров. И книга вторая тут же немедленно вышла снова в топ-продаж на Амазоне. В общем, в этом смысле, тьфу-тьфу, пока все нормально. У меня в этом смысле во Франции все гораздо лучше, чем в русском сегменте интернета и ютуба. Ну, да, вы видите, что немножко стагнирует эта ситуация. Я имею в виду с русскоязычным сегментом оппозиционного ютуба. Немножко так это все... Развитие как-то так слабенько. А, да, честно говоря, я тоже хочу порекомендовать всем нашим зрителям и слушателям, которые знают французский язык, читательники Сергея Жирнова. Вот. И я уверен, что книги интересные. Действительно, хорошие тиражи. Аудитория расширяется. И я действительно смотрю, когда ролики, которые выходят у Сергея Накадар, тоже на французском языке, там действительно огромное количество просмотров, огромное. Участвует Сергей в передаче, которые там смотрят миллионы, даже суммарно десятки миллионов. Да, да, да. Ну, то есть вот французский сегмент, там за прошлый год у меня там суммарно 30 миллионов просмотров почти всех наших передач. Вот. А, кстати, эти права вот на вторую и на третью книжку, они, к сожалению, находятся у моих французских издателей. И хотя потребность... Вот меня постоянно спрашивают, когда будет русский перевод, где можно купить на русском языке. Я этим делом, к сожалению, не владею, это мои французские издатели должны переводить книгу и издавать ее на русском языке. Но если вы будете писать в комментариях, то я соберу эти комментарии, передам нашим издателям, и, возможно, этот перевод появится быстрее. Прекрасно, прекрасно, Сергей. Окей. Хорошо, что будем заканчивать. Да, всем большое спасибо, вам большое спасибо. И до следующей недели, потому что наверняка у нас будет много событий и на следующей неделе. Да, увидим. Всем всего доброго, всего хорошего. До свидания. Спасибо.